добрый вечер дорогие друзья сегодня произошел и набирает обороты огромный скандал все то в чем обвиняет кремль украину обвиняет свободных белорусов где пропаганда круглосуточно раскручивает фашисты 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 кремль вчера официально принимал у себя альтернативу для германии ту партию которая прославляет солдат вермахта и хочет построить такую же германию которой с которой воевал весь мир 75 лет назад и как они сегодня выкручивались как уже на сковородке которая раскалилась давайте это обсудим вчера лавров встречался с альтернативой для германии партия которая прославляет вермахт партия которая ненавидит америку партия которая топит за россию ездит в крым и самая самая ультраправая вообще огромным парадоксом является что кремль по всему миру спонсируют у ультраправых и сам всех вокруг обвиняет в 6 и сегодня наш украинский журналист который мне тоже очень нравится я даже пару вставок его сегодня вставлю порвал пескова на пресс-конференции то как он плавает и говорит я ничего не знаю я ничего не видел и это все случайность и когда его в конце дожимают и он говорит мы за то чтобы дружить со всеми партиями это такой верх цинизма послушайте что происходило дмитрий сергеевич вот закончилась визит представители пальцы партии альтернативы для германии в российскую федерацию очень интересно как все таки президент относится к тому что люди которые призывают гордиться солдатами вермахта приезжают российскую федерацию он всегда нетерпимо относится к попыткам пересмотра итогов во второй мировой войны насколько такие заявления его задевают и насколько присутствие такой политической силы на территории нашей страны его тоже беспокоит или не беспокоит смотрите я не буду отвечать на этот вопрос я не понимаю кстати вы чьи заявления имеете ввиду одного из членов этой партии который возглавляет фракцию этой партии в одной из немецких земель нету партия не осудила его понятно я оставляю поскольку это не был визит по линии президента и вы не было контактов но в целом еще раз повторяю отношения с врг у нас носит весьма и весьма многогранный характер и поэтому любые контакты будь то по линии общества двух стран по линии политических партий других направлений они приветствуют это что же получается если контакты приветствуются со всеми то можно общаться и нужно общаться с наследниками этих правых идей те кто хотят гордиться солдатами век вермахта главное чтобы они поддерживали северный поток 2 да главное чтобы они хотели снять санкции за то что россия напала на украину дмитрий сергеевич цимулик роман агентство нян если можете можно продолжить эту тему речь идет о немецком политике александре гаунге и дело в том что вот представители этой партии они встречались сергеем лавровым главой российской дипломатии который проводит линию президента и вот именно лавров во время ступительной речи он очень ну сожалел о том что этот политик не смог приехать в составе делегации ну сослались на здоровье или еще какие-то моменты же и мои коллеги мы рады вас приветствовать в министерстве иностранных дел руководителей фракции альтернатива для германии сяга за коллеги нас есть у нас на фрой да здесь и и им к бауе дэс хоро шин ауста министриум с миг рюсси дэвен ди фюрун дэ партай альтернатива фю дэйчан мы сожалеем что господин гауланд не смог с вами приехать по состоянию здоровья как я понимаю ну я журналист тем более украинский журналист я могу ошибаться возможно я что-то не понимаю в российской политики внешней политики мы как раз боремся с теми кто пытается заниматься реабилитацией фашизма я поскольку не знаю о каких именно заявлений этого человека вы говорите я поэтому не могу с вами конечно продолжать какую-то дискуссию и не могу правильно ли мы понимаем что просто президент не информирован о том что альтернатива для германии такие вещи заявляют я полагаю да я полагаю что я ничего не знаю и потом я не знаю насколько этот человек данном случае представлял официальную точку зрения партии а вы говорите нет журналистики в россии оказывается немножечко осталось до эхо москвы это радиостанция финансируется газпромом но сейчас вот вы услышали что оказаться не в курсе президент да о том что его министр иностранный дел официальная точка зрения партии здесь нужно четко дифференцировать и я бы не стал так знаете прямолинейно укладывать это в общую канву линии партии дмитрий сервис если можно продолжить все таки вот этот гауланд он говорил о том что и призывал немцев гордиться достижениями немецких солдат в двух мировых войнах это цитата как вы считаете вот если представители россии встречаются с такой политической силой разделяете ли вы это мнение насчет гордости за немецких солдат на самом-то деле дело не в гордости за немецких солдат и солдат вермахта дело в том что эта история которая закончилась 75 лет назад закончилась и сейчас ее используют исключительно как главную российскую скрепу для того чтобы оправдывать на российские внешнеполитические шаги и войны против своих соседей потому что они как нас называют нацисты фашисты каратели они используют российские пропагандисты весь понятийный аппарат второй мировой войны для того чтобы объяснить этим диким россиянам сейчас что нужно и можно стрелять в граждан украины поэтому они нас называют такими нехорошими словами так вот друзья подпишитесь это роман цимбалюк если вам интересно что происходит на украине особенно в россии он из москвы освещает очень сильно все я думаю еще несколько лет и оттуда отправят потому что он мучает пескова и зама лаврова вместе с лавровым на пресс-конференциях чтобы весь мир понимал чем сейчас российская пропаганда занимается на белорусском телевидении что они уже борются понятно с фашизмом теперь смотрите что происходит с белоруссию если победит революция это же теперь можете хохотать я смеялся тоже сильно гей повсюду и отовсюду вся европа съедется праздновать присоединение не тронута еще территории радужно латекс на обнаженно и скотоложске уж простите мне мой французский друзья вы понимаете что бывает со свободными людьми которые хотят честных выборов они либо фашисты либо с каталожество их ждет это просто ну это конечно 19 век у них познаний наверно уже больше но ты кошмар просто я даже сочувствую это нормальные люди не смотрят я сочувствую и батькам что у них в голове происходит вы представляете они же этому верят и у них развиваются фантазии в округе и ходят не знаю там имитаторы всякие летают это жестко если вы смогли досмотреть до конца мы с вами на одной волне подписывайтесь и давайте обсудим как это так россия может всех называть а сама тянуть за шею ультра правых по всему миру живи беларусь слава украине россия будет свободной казахстан хороших те выбора в следующем году назарбаев вчера уже плакал его жалел лукашенко что у вас очень тяжелые выборы будут прямо очень тяжелые но мы все смотрим с надеждой на россию короче старых этих всех коммуняк надо сносить они уже все по 30 лет у власти они уже так награбились у них уже никуда не влазит ни в одни щита на офшорах они уже не знают что с ними делать лишь бы удержаться а для этого готовы убивать свое собственное население и вот надо их плавно мирно сплавлять беларусь хорошего завтра воскресенье удачи